Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и разработчики добавили рулеточку на Объекта 260. Решение, честно говоря, для меня не сильно объяснимо, сейчас попытаюсь обосновать. Дело в том, что Объект 260, с учетом того, что недавно его, сравнительно недавно аппали, стал играться немножечко лучше. Имбовать он, конечно, не стал, но все-таки поприятнее стало играться на нем. ТТХ у машины довольно-таки неплохие, в частности, в отношении орудия, как и у многих десяток, все довольно-таки прикольно сбалансировано, но в то же время, как я уже сказал, это далеко не имба и далеко не самая крутая десятка, какую можно себе представить. Стоит отметить, что буквально недавно данную машину выставляли на зимнем аукционе, который до сих пор еще там продолжается своими остатками. Если я правильно помню, то во втором раунде данную тачку выставляли на продажу и выставляли, ребят, ее за существенно небольшие деньги, за 15 голды стартовой цены. 15 тысяч золота. Дальше снижение ценника было по тысяче за каждые 24 часа и особой популярностью машина не пользовалась. При этом все, машина была, понятное дело, распродана так или иначе и ее купила, ну, порядка двух с половиной тысяч игроков, если я правильно помню. И вот, несмотря на то, что буквально месяц назад неполный, две с половиной тысячи игроков купили данную тачку, разработчики выложили рулетку на эту машину, которую оценили за 20 прокрутов в 24446 голды. Грубо говоря, 24 с половиной косаря золота. Если вдруг вы машину достанете на 18 прокруте включительно и последние два прокрута делать не будете, а как правило, на вот этих вот последних двух прокрутах прячутся у нас легендарный внешний вид и сама тачка. Так вот, если вам повезет немножечко раньше и на 18 прокруте вы машину достаете, то машина вам досталась за 19 с половиной тысяч. Если вы достаете машину, допустим, на 13 прокруте, то здесь, ребят, вы машину забрали за 9 с половиной тысяч. Ну, понятное дело, что если вы машину забрали до 15 прокрута включительно, то в целом вы ее взяли, в принципе, чуть-чуть дешевле, нежели брали в голом состоянии другие игроки на новогоднем аутсоне, и плюс еще за предыдущие прокруты получили отсюда каких-то ништячков. И может, что-то из контейнеров выпало, но все же. Ребят, определитесь изначально, вам щука нужна или нет, перед тем, как крутить данную рулетку. Я сейчас крутану, чисто ради интереса, пару раз, на основе машина есть, на этом твинке, где голда у меня присутствует, мне эта тачка, в принципе, ни к чему. Поэтому, чисто для показания вам возможности и вероятности выпадения на первых прокрутах самой машины, прокрутим несколько раз, дальше перейдем на мою основу и обязательно щуку покатаем. Машина, в принципе, как я сказал, неплохая, интересная, зайдет любителям СТ, допустим, потому что на СТ-шку игрой чем-то похожа. Ну, а любители ТТ не думаю, что сильно будут довольны. За свои 50 голды я получаю 100 тысяч серебром. Ну, я бы сказал, нищебродное вознаграждение за мое золото. Едем дальше, прокручиваем. Для себя отметил, что если в самом начале рулетки начинает выпадать какой-то шлак, то это значит, что в начале рулетки как раз шлак вы и будете собирать. Ну, а дальше может быть что-то более интересное. Получаю за 100 золота... Да, в принципе, ничего. Сертификат на 28 тысяч свободки. Ну, не знаю, может быть для кого-то свободка и очень сильно важна, и они готовы золото за нее отдавать. Я, допустим, не готов. Едем дальше. За 200 золота чего мы получаем? Ну, давай еще какой-нибудь контейнер там. Мега-контейнер вылупить. Да фиг там. 100 тысяч серебром. Ребят, дальше крутить не имею никакого желания. Ну, вот просто сливать голду в никуда. Вроде бы 330 не так уж и много, но если это перевести в количество дней просмотров рекламы, то я думаю, вы понимаете, о чем речь идет. Поэтому просто переходим ко мне на основу и выкатываем щуку из ангара. У меня щука на моем основном аккаунте. В легендарном внешнем виде я ее покупал в составе набора. Если я правильно помню, я вывалил за нее 20 тысяч золотом. Не могу сказать, что я доволен данной покупкой, потому что все-таки 20-ка даже в составе набора, когда он казался мне выгодным, оказалась все-таки слишком завышенной ценой за данную машину. 15 тысяч на аукционе стартовой цены я считаю для десятки вполне адекватной, но, как вы помните, дальше по косарю машина дешевела и многие игроки взяли ее существенно дешевле, я бы сказал, по цене, допустим, там, годной хорошей девятки. Поэтому в целом можно сказать, что приобретение было выгодным. Что касается орудия. Как я говорил, здесь очень хорошо сбалансированное орудие. 400 единиц среднего урона, целых 260 единиц пробития. Угол склонения орудия вниз, правда, подкачивает всего лишь минус 6 и очень часто его не хватает. При этом все, время сведения и разброс крайне комфортный и приятный. И ДПМ классный, чуть более 3000 уронов в минуту. Все благодаря тому, что перезаряжаетесь вы менее 8 секунд. Короче говоря, в отношении орудия действительно присутствует крайне крутой классный баланс. А вот в чем баланса нет, так это в балансе грозного внешнего вида огромных размеров и уровня бронированности. По уровню бронированности немножечко лучше, чем пирания, если вы знаете, о чем речь идет. Короче говоря, такой себе слабо забронированный, но вполне себе подвижный тяжелый танк. Ну что, берем, поехали, а там дальше обсуждать будем. Как я говорил, ребят, я не совсем понимаю разработчиков в отношении решения выставить рулетку именно на эту машину. С учетом того, что несколько недель назад машина была на аукционе в два раза дешевле, нежели полная стоимость данной рулетки. Если бы сейчас выставили данную рулетку для прокрутов и максимальный ценник за рулетку поставили бы, допустим, там, ну не знаю, каких-нибудь 18-18,5 тысяч, здесь я бы еще понял. Но выставлять за 24,5 это, по-моему, перебор. Количество контейнеров, которые здесь вложены в рулетку, тоже я бы не сказал, что является очень большим. Что касается самой машины, она прикольная, она подвижная, она интересная, вопросов нет. Но когда в тебя начинают откидывать снаряды, причем все кому не лень, и все эти снаряды в тебя влетают с уроном, это начинает тебя порой раздражать. И тебе прям совсем не хватает живучести этой машины и ощущение того, что ты играешь все-таки на тяжелом танке, а не на какой-нибудь СТ-шке. И вот этот вот, не то чтобы дисбаланс, а вот это несоответствие грозного внешнего вида и игровых возможностей машины очень сильно раздражает, по крайней мере, меня. Именно поэтому я не сильно рад, что в свое время заплатил просто бешеные деньги за данную тачку. В то же время, как я говорил, плюсами машина тоже обладает, их достаточное количество. К ним в первую очередь относится подвижность машины, к ним однозначно можно отнести очень бодрое, классное, точное орудие, которое великолепно сводится, просто шикарно перезаряжается и обладает обалденной точностью, как на малых, так и на больших расстояниях. Отходим назад, потому что здесь даже в башне, ребят, брони нет, и поэтому нам приходится очень-очень несладко, когда мы встречаемся с соперниками. Слава богу, клинок дал маху, по мне не попал, наши ребята отступают, надо мне, наверное, тоже к ним откатываться, потому что самостоятельно здесь, возле города, я ничего сделать не смогу однозначно. Такс, угла склонения орудия нет, что тоже, кстати, не сильно радует. Поторопился. Ладно, адреналин мне в помощь, но какой там уже адреналин, когда с кормы заехали. Накидываю последний урон, который могу забросить, сейчас, если успею, то вот этого товарища еще оставлю. Оставлю ни с чем, но и сам, в принципе, отправляюсь в ангар. Вот такой вот бой получился. Не собираюсь ничего вырезать, не могу сказать, что данный бой прям совсем из ряда вон выходящий в отношении качества. В целом, щука, как я говорил, крайне неживучая машина, и прожить на ней полностью весь бой получается далеко не у каждого танкиста. Ну, разве что, если ты будешь играть на щуке не как на тяжелом танке, а будешь играть как не знаю на чем. На среднем тоже особо не скажешь. Все-таки в бой-то хочется попасть, а не где-то стоять в кустах. Ну, короче говоря, если будешь ПТ-шить и работать исключительно по засветам союзников, то да, орудие тебя выручает, и можно накидывать хороший урон. Ну, может быть, иногда повезет, если твоя команда все-таки поехала в направление средних и легких танков, чего не случилось в этом бою, и ты там тоже будешь полезен. Ну, скажите мне, точнее так, ребят, там-то ты точно будешь полезен, потому что там тебе и место. 2133 единицы нанесенного урона. Что касается результатов по фарму, не обращайте внимания. Дело в том, что есть прем-аккаунт активированный. Плюс к тому, стоит отметить, что у меня были еще и бустеры активированные по серебру, поэтому фармерам данную машину в любом случае назвать нельзя. Это коллекционка 10 уровня. Третье место в команде по урону с существенным отрывом наших союзников. Ну, и, в принципе, кто-то тут дизов наставил. Видать, какой-то маниакально-депрессивный, который дизает всех, кого только можно задизать. Не понимаю таких игроков, которые ставят диз полностью всей команде. Ну, то есть, типа, вообще никто не играл, да? То есть, 3500 единиц урона, это, ну, чисто так, в носу поковырялись, ничего не делали. Димшот 1. Интересно, что это за невидимый герой? Димшот 1. Не, ну, понятное дело, тут вопросов нет. Сам себя не дизнул, но, друг, ты знаешь, я, наверное, тогда поторопился со своим лайком. Если бы можно было мнение поменять, я бы поменял, потому что ты чмо порхатая по-другому не назовешь. Задизать всю команду, потому что, типа, ты один только играл. Ну, ладно, бог с ним. Обсуждаем все-таки щуку, а не дизистов. Что касается щуки. Машина интересная, машина прикольная, но явно не стоит того, чтобы прокручивать на нее рулетку прям на полную. Поэтому я бы рекомендовал, если уж прям сильно руки чешутся и по какой-то причине вы не решились покупать данную машину на аукционе, то крутните не более трех раз. Три, ну, максимум пять. Это то, что не сильно вгонит вас прям совсем какие-то долги. Но, поверьте мне, свой косарь с копейками вы уже за эти пять прокрутов сольете. А вот если вы не забрали щуку, плюньте на данную рулетку и дальше ее не крутите. Потому что дальше вам, скорее всего, придется идти ва-банк. А в таком случае машина вам достанется за 24 500, что я лично считаю очень дорого. Ну, и конкретно сейчас абсолютно не своевременно в виде рулетки на данный тяжелый танк. Я побежал снимать следующее видео специально для вас. Ну, а вам, друзья мои, искренне желаю мира, обязательно спокойствия и поменьше вот таких вот дизистов, которым заняться нечем по результатам боя. Пока-пока.